всех приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами продолжаем серию ответов на вопросы не веганов который у них возникает к веганов или по версии это винтерс это землянином оправдание ответы на обоснование на обоснование или ответы на оправдание убить труппажеров почему они хотят быть веганами мы с вами уже по моему списочку ну поэтому по моему я у себя на сайте отчасти пододелываю там кое-что это 19 уже оправдание 19 вопрос что если бы вы веганы оказались на что если бы вы веганы оказались на небитаемом острове ну подразумевается что вы бы там убивали те же самые животных ради пищи или там рыбу ловили убивали да если бы вы оказались на небитаем острове единственный способ выжить было бы убить и съесть свинью ну тут неважно кого да я какую картинку нашел отражающую суть поставил как видите на одном острове девушка и зайчик вы бы сделали это давайте об этом поговорим веганам часто веганов часто просят ответить на этот гипотетический вопрос я читаю как уже сказал вам текст и в общем поеду и интерсу мы идем с вами кто не в курсе если бы я оказался на не обитаем острове на котором живут здоровые животные первым делом я бы предположила что на этом острове достаточно растительной пищи овощей и фруктов чтобы свиньи могли прокормиться поэтому для начала я попытался бы выяснить где растут эти растения и смогу ли я выжить питаясь ими таким образом мне придется убивать животных и они прокормиться поэтому для начала я попытался бы выяснить где растут эти растения и смогу ли я выжить питаясь ими таким образом мне не придется убивать животных и они смогут стать мне друзьями иск искрасить моё одиночество на этом острые вы знаете этот абсолютно прав в этом смысле что он хоть это не сказала я это воплощу в слово да что можно быть очень сытым и сойти с ума от одиночества очень хорошего него мысль до животные вот именно настолько развитые настолько близки человеку по духу даже лишь не группа душе которые у них есть особенно для вернов религиозников я говорю в библию почитайте что написано при творении богом небо земли что произведет земля и вода душу живую живую а уж молеку питающие так это вообще нам считай родственники меньшие братиках правильно называют и сестры до тех кого вы должны защищать любить до помогать это и уровень животных это уровень развития пятилетнего ребенка я все посмотреть на собаку язык на плечо счастливая довольны что ты пришел домой вот это уровень пятилетнего ребенка который тебя просто любит что мы с ними делаем это очень хорошо ответил на самом деле во первых конечно вопрос гипотетический и много ли в истории чиро человечество кроме истории про робинзона круза на одну единственную которую мы знаем но и возможно это как это истории даже на реальных событиях и такое бывает возможно в жизни что кто-то где-то в каких круизных плаваниях я не знаю там попал как то есть фильм с актер там а тоже любимый но вы поняли этот форест гамп который снимается как уже забыл то зовут любимый называется актер да ну вы поняли да и он снимался как он тоже таком там на острый попал но опять же там полно было всего речь не об этом я там в другом смысла что как вот там вот как раз сумма сходил человек папе попадая из социума не просто там в отшельнике решил уйти на при желании есть и люди он с ними в любом и любой отшельник на земле такой там в глушь какую-нибудь уходящую жаждущие уединение добровольно жаждущие да они все-таки имеют какую-то возможность и обычно все равно социумом пересекаются ходят там может быть какие-то магазины там периодически даже с самих гор там спускаются или самых пещер вылазит и все равно как-то контактируют да может быть есть какие-то связи может быть рядом есть такие же уединенники отшельники а когда человек действительно попадает в полное одиночество в прямом смысле слова не уединение одиночеством один на этом острове вот там может крышняк поехать да действительно можно помнить эту версию французскую по робинзон кроссов комедийная очень интересная веселая до евро с форест гампом буду так называть забыл как актера зовут тогда этот фильм тоже я уж не помню как называется там он на острове вот ну кстати они в принципе все так скажем красной линии вели тему вот этого схождения с ума на острове так скажем пусть в комедийном или в полу комедийном как вот с форестом там не так уж смешно так показано как-то более драматично все просто да вот как он там пережил да самолет по самолет потерпел крушение то есть может и морское судно или там как-то попал неизвестно но если эти случаи бывают это конечно вот действительно вопрос из ранга и упря можно назвать гипотетическим потому что это один шанс на миллиард в современном мире потому что нас уже там сколько миллиардов до людей сколько когда-нибудь где-нибудь оказывается таких ситуациях это раз то есть на самом деле конечно можно ставить все в какие-то принципе я буду видеть обращаю ваше внимание что все вот эти оправдания или вопрос который мы с вами исследуем очень часто они вот действительно это хорошо их назвал до 30 оправданий но его ответы на эти оправдания до его аргументы его размышления его все вот это вот мировоззрение которым он делится в ответ да вот это конечно хорошо но заметьте они очень часто тоже действительно связаны а если бы тоже вот а чтобы то есть оторвано от реальной жизни 99 и 9 процентов людей на земле вот это один из таких вопросов и он как там помните сколько мы не разбирали везде это правильно говорит да что если даже вот эта ситуация такая какая-то там экстремальная или случайно это там кого-то или где-то там мало или много вот эти да или если я вообще раздел то теперь все или если кто-то сделал то и мне можно предки там или еще то есть все вот эти да это продукт его хорошо назвала оправдание отговорки можно было назвать таким словом вот все время с лечения себя не с лучшим а с худшим да и вот здесь то же самое да но если даже какой-то один там и попал до человек ну и что теперь-то и убил там животные но об этом это скажет я конечно немножко немножко против этого этого до этого дойдем да все-таки если бы убил до веган ну а это опять если бы до принципа этом я в этом плане скажем сказал что я может даже где-то согласен то есть рассмотреть просто такой вариант и дать тоже ответ опять и это тут правильно я надо с ними у меня был к противоречия в некоторых местах что помните у меня вот тоже клин на совершенствует правильный клин до стремление к совершенству это добрый правильные желание человека но тут надо иметь вот такую мудрость и действительно просто дать просто ответ на этот вопрос ну да ну вот убил бы да может кто кто-то не убил бы да а кто-то убил бы и вот он просто размышляет в принципе в этом плане то что он это одобряет мы об этом тоже скажем но по поводу острова действительно тоже знаете то есть такие же гипотетических тогда вопросов как бы вам не веган не пытался эту картину сделайте пасмурный смурной да совсем в черных белых тонах до ужасных на этом остров веган может точно такие же ему накидать риторических вопросов до не обитаем остров может быть и может и забиловать всем на свете причем да кто-то может сказать но есть же острова чуть ли не камни слушайте а там есть тогда кто-нибудь действительно тут если вчитываться в вопрос пусть это риторически придумаем вопрос там свинюшка или вот как на картинке зайчик откуда ты взялся вообще у господь так за землю придумал знаете одно без другого не бывает не может быть просто на камнях одна свинюшка здесь там есть и другие млекопитаю вообще тут причем вопрос хорош вообще млекопитающие есть на острове у нас очень нас природа с млекопитающими не зря мы так называемся плоть плотская природа до вплоть до души психи 1 одинаково настолько дух можно сказать разные до сознание осознание себя и бытие в этом только у нас разница а по плоти что я подразумеваю тело и и и и и душу душу которая чувствует страдает или радуется дух то он бесстрастный как говорят ум нус по-гречески да а тело и душа то есть плоть если вместе их называть они одинаковы действительно тогда если прям то тут и рюкзайчик можно было чуть еще попроще взять мышку какую-нибудь казалось бы еще более там низшим уровнем ну или так сказать не в обиду бестолковие там какой свинюшки которые умнее собак стать тех самых да вот интересы труппажор то не задался там волки были собачки или кошечки ты посажал собачку ну азиату задашь он и собачку сожрет а вот хорошо бы вопрос задать а если там вместо свинюшки вот все-таки собачка оказалось бы в чем который не стал бы нападать на человека ты мне полно еды да а чё она идет ты или а вот именно если вопрос еще и свинюшка или какой-то плота ядная вот они едят все то же самое да может к человек спокойно может принципе при желании на траве вырасти на опять же это знаете как не веган сгущает с краски в ответ это просто если даже это дебат был какой-то спор до бестолковый на самом деле видно что там не веганом просто придумывать лишь бы любой от масс найти дату конечно в ответ можно кидать но вот именно счет и взял что там ничего нет как животные питаются и от 5 вот на картинке тоже такой островок может быть огромный остров который он еще будет не один год исследовать что-то не найдется вы знаете мест много на земле где ничего нету в каждой стране чего только не растет все есть овощи фрукты как мы их называем да всего там найдется валом а вряд ли там свинюшка откуда-то окажется причем одна или сколько их там должно быть где столько еды взять есть свинюшка есть значит другие животные же животное часть целое это есть мышки мышки питаются там крупами всеми этими вещами тоже откуда-то да где тогда эти крупы где это зерно что-то там растет подобное но я на российск на рассуждаю на том где я живу но суть об одном неважно в какой-то широте или долготе нашей круглой земельки не круглый кто-то там за счет топит находится на не суть важно да конечно же скорее всего пищи на таком острове для человека найдется вести с веганским развлением который понимает что он на этом выжить труппажор то он и не будет искать он скажет я без мяса пропаду у него хоть и найдет он все там вот именно он-то убил а веган до веган с веганским мышлением он и здесь и он найдет там себе и овощи и фрукты это действительно это все правильно это создать совсем знаете не существующую в реальности жизни картина ну что такое загнать вегана в такую ситуацию это один шансов на миллион и это насколько на сгустит с краски и вообще это картина реальная картина мира ты или нет все гипотезы это любом тогда труппажору сказать ну ты люк как насчет убийства людей скучно нет я против ну а есть как всегда там твою маму или что-то но я убью за что убийца а а если вот хорошо вы на острове ему в ответ можно точно такой же гипотезийский вопрос ты людоед задать ну скажешь нет а вот вы вдвоем попали на лимитаем остров никого там нету не свинюшки голые камни до 2 на 2 гербули вы туда выплыли чё будешь делать даже огня не разведешь сырым бужерать что ты будешь делать ой я там рыбку не получается рыбку ловить нечем ловить голыми руками и не поймаешь если там всю жизнь офисный планктон много ты там наловишь то два сантиметра вы сидите на двух вернее метр сидите на кирпиче вот прям как на картинке только два человека но кто там наловишь день два-три представляете ничего не получается глаза кровью наливается точно такую же можно его гипотетическую ловушку загнать искать вот ничего или нет там рыбки да вот есть такой остров вокруг там полу ядовитая вода какая теле низ нет там на глубине все плавают никто не плавает на глубине на которую ты нырнуть не может да и боится бояться буш ты нырнешь в открытое море эти акулы сожрут вот ты будешь сидеть это все конечно все бредни это такие знаете это вообще почему я вам рассказываю что вы кто давно меня знает и смотрите все это знаете и конечно особо меня никогда желание на такие вопросы или в дебатах на такие глупости отвечать не было желание вот лишь как блох вести безделие отчасти скажем да вот не от безделия понятно посвящаешь этому времени есть люди такие конечно и ты стараешься спасти всякого из любви но на самом деле конечно это дурь ты понимаешь на другой если лично такого человека я одно это распространенная вот это ловушка любители труппажора потыкать там веганом да в комментариях под постами везде это конечно чепуха когда ты видишь такого человека напротив себя тем более с лицом лет к лицу понимаешь и ты будешь видеть сто процентов глаза искренняя человек умный человек он не задаст эту глупость это задаст уже изощренный мозг знаете-то он сидит он уже не знает вы будете с ним сидеть там да где-нибудь за пивасиком поговорить не о чем вот допустим веган с труппажором начнут спорить а вот веганстве да и начнут все 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 что вся дурь какая из него из днища ада полезет наружу вот вы все это будете перемалывать это вот из этой серии тоже знаете будет сорок пятое оправдание когда вы уже не по одному бокалу где-то пропустили до на какой-нибудь общей тусовки собрались корпоративе вот сидеть за столом скучаете вот это из этой серии конечно серьезно относиться все равно к такому вопросу умный человек не задаст такой вот тупости это все это бредни вот этого и как его это вопрос мы следующем ролике особо будем говорить это вопрос кто говорит морали этики любви святости для человека принципов до каких-то нравственности нравственных принципов то там как ценности называет и все это можно любом задать вообще-то из-за своей ценности просто насколько ты готов пострадать они до какой планки у тебя сохраняются а вот если это куда денут свои принципы ценности до сложные ситуации в жизни многих людей раскрывают не такими какими не были в хорошей теплой ванночке как говорят там во времена любых страданий воин вдруг познается в беде да нам всем это все известно то же самое это ты знать вчера не знал твой сосед был хороший улыбался настала война голод это соседка тебе с топором заходе да и вытаскивает все что можно ломая тебе челюсть при этом вчера был хорошим соседом улыбался вот так что кто ты я в такую же ловушку можно конечно настоящий веган сейчас еще об этом будем говорить в принципе это не сделаем но давайте как я вам сказал все-таки это так делает последуем его примеру тоже об этом поговорим но даже если бы веган ответил что убил бы и съел бы свинью ради выживания что же с этого ну как-то звучит может в тексте тогда но не есть и видео мы с ольгой стенографировали часть я честь она мне потом большую часть заделала этих ответов на вопросы этих оправданий звучит как-то да как будто там еду все равно нет конечно многие из нас подобных экстремальных ситуациях нарушили бы свои моральные принципы но я говорю я тут говорит я не знаю что он тоже можете его посмотреть послушать я сейчас скажу что конечно с этим не не совсем согласен так скажем мягко да так и конечно вообще не согласен история чайса знает примеры того как людям приходилось ради выживания есть других людей ну вот видите о том что я вам тоже говорил но такие случаи не дают нам права здесь это вот свою то всегда мысли высказы ты абсолютно прав этом да вот в этом он прав ну почему я вот не совсем да я согласен так то у него вот эти мысли который постоянно повторяется что единичный случай тоже не может быть норма не дает нормы для всего человечества не задает но такие случаи не дают нам права убивать есть друг друга в повседневной жизни до войну действительно это делали делали порой игры люди которые вчера ты на которых смотрел и считал их хорошими людьми это делали не какие-то там твои же соседи твои там односельчане в деревнях только потому что мы так поступали экстремальных ситуациях это лучший способ ответа на подобный вопрос ну вот это так считает только из-за того что веган убил бы съел животное экстремальной ситуации ради выживания не дает нам морального права убивать животных повседневной жизни в нашем обществе особенно если учесть что нам доступно разнообразие растительной пищи то есть и действительно это уже тут да как бы продолжает эту риторику развивает ее что да потом ты ну хорошо ты там съел ну что дальше ну да он тут я рвать части ну так увидите опять у меня дисбаланс когнитивный диссонанс да вроде да и вроде нет вроде можно об этом и как ну это как бы рассматривать действительно да кто там уж и многие тут он тоже сказать многие писал покорила я-то нет ну а может и правду я-то я нет да но а сколько веганов может 90 процентов бы так и поступило я нет я из тех десяти которые так опять вы понимаете с неба взял цифры но я знаю что я из тех десяти и пяти неважно сколько ходим процент я даже не подохну как я хрю а я пойду в новый мир обнявшись этой свинюшкой или ее обняв на прощание это есть там получается все есть а ну а я спокойно пойду в светлый мир вообще не напрягайся от голода это кстати смерть вообще не мучительная кто голодал тот знает к чему это ведет к к ты голодаешь чем дальше тем это затягивает у тебя все атрофируется потихонечку нервная система вообще умиротворяется чисто на физиологическом уровне такое ощущение что ты можешь вообще перестать есть но естественно ты можешь сказать усыхаешь умираешь и действительно можно почему там кто знает кто практиковал голода не следует вопрос да можно просто пойти в светлый мир и и но умера ну уходишь ты вообще спокойненько без всяких каких-то там криков вопли страдания потихонечку хоп и все полное обезвоживание приходит ты спокойненько в мире идешь в новый светлый мир вот и естественно уйти туда светлой душой до богу это и есть цель человеческого этой жизни этого бытия это школа жизни об этом я еще скажу даже рано стал говорить это лучший способ от это только из того что веган т т т т т то все равно особенно все что нам достаточно за растительной пищи растительных аналогов животным продуктом а также нет никакой необходимости в страданиях эксплуатации и убийстве животных ради удовлетворения наших потребностей позвольте теперь задать но тут вот как я вам ведь это по такому же принципу мы с ним мыслим да он тоже в оконцовке гатерья задам вам встречный вопрос как видите меня тоже руки язык чесался накидать вопросиков это был диалог да только уже не гипотетический если вы если бы вы жили в мире где не нужно было бы причинять страдания другим живым существам но тут он если бужик относительно этого старуха хотя мы живем в этом мире да где нет необходимости причинять страдания другим живым ну конечно это подразумевает что ты не не во время там конь войны или голода это я уж так тоже сказал остров все он подразумевает да вот не эти экстремальные условия а нормальный но мы с вами ну конечно планете есть сейчас где-то и голод и холод и война да но на в основной своей массе судя интернету можно судить что все-таки большая часть земли находится как я тут и мы их за аксиому возьмем это нормальные условия да потому что у нас все есть если бы другими так было бы причинять страдания другим живым существам если бы от этого продолжительности качество вашей жизни увеличивалось бы даже он говорит да но по сути веганство якобы положительно влияет на жизнь человека кто-то верю вопрос конечно тоже веганы и болеют и раньше могут уйти всякое бывает но это да ладно если бы благодаря этому мы смогли бы избежать масштабных природных катаклизмов современности какой аргумент использовали бы вы чтобы морально оправдать дальнейшее причине страданий а если бы в этом не было никакой необходимости ну вопрос хоть и не риторические ой не гипотетические он действительно описал реальность по сути это но вопрос риторические или не то что риторический о том что он знает ответ это вон этих кучи еще оправданий которых мы уже до разобрали и еще нам предстоит десяточек две трети мы с вами уже пути прошли почти 20 добрались ну там я потом свои еще будут добавлять расширюющую так скажем курс эда его и тебя право 30 там еще наберется немножко я хочу кое-что тоже поговорить от своего уже опыта что мне приходилось о чем общаться и так далее вот так что по поводу всего вот этого экстремального я думаю что все понятно да ну закончить мне тоже хочется в принципе мы об этом поговорили действительно вот той группы людей я к себе в таким отношу и знаете своего человека видно за километр я вам всем хочу в конце видео по порекомендовать у меня есть на канале еще плейлист веган по сердцу есть два плейлиста веган во христе там я вот эти свои ролики все собираю в одну коробочку а есть веган по сердцу там я собираю не свои все видео какие есть на ю тубе в открытом доступе может конечно какие пропадают но вроде пока плейлист полный тоже уже там около сотни видео моих уже около сотни вот и вот ирина новожилова выбор есть всегда так и называется я не по я кстати через это через этот интервью green city тивик брал 27 минут я очень рекомендую она основательница учредитель директор вита по защите животных всего вот этого я не помню как я точно сначала я что-то посмотрела потом не может там рекомендациях вышел этот ролик как-то вел или с него я попал ну здесь мне выходят же рекомендации с веганскими темами каких-то видео вот что youtube-то видит эти алгоритмы и вот я и интервью посмотрел и все я сразу мой человек я влюбился лайк забираю в свою коробочку в дом да и я все уже не помню и это уже года два-три на прошло когда я его там увидел но я вам своими словами передам рекомендую посмотреть вот такая тетя и своих ты видишь издалека да что и она не точно есть что-то подобное то есть это же было интервью как бы по-моему вот такое ну не зря грин сити тиви грин сити и сам канал тоже видимо вот и есть дают как какой-то подобный вопрос задали вот что если бы вы она ответила прям знать не только что это я отвечал или она у меня фраза взяла мы просто одинаковые она как я я помню не помню . как он слово потреблю но я свое потреблю для более яркого ярких эмоций я подохну ну как мы никогда не съем и задали что-то типа подобно вот этот гипотетический вопрос да вот если бы вас приперла она стала никогда я подохну более того я опять говорю я кто меня смотрит давно особенно в мире христианство христианское мировоззрение я как-то не раз и постоянно даже когда касается к вопросу я выхлазил эту мысль что ну понятно это смелость и не боязнь смерти вот это видимой даже у якобы внешне людей не исповедующих бессмертие конечно кажется бессмертен и он это знает он может на отвергать это по плоти вот там умом так скажем по телу всем говорит сам как я мне до лампочки черви сажу дам достаточно добрый но так как они по сути бессмертны именно это конечно и дает им вот эти силы и смелость отчасти вот хотя он внешне утверждает что ему или до лампочки это или он в это не верит и так далее вот я говорю что порой даже поступки людей которые перед лицом вот это видимой смерти хотя по сути вопрос переск переход из одной жизни в другую по просто плавание по вечности да что получается их не поступки даже выше тех вот таких как я которые понимают принимают это в мире живут с тем что он бессмертен с этим осознанием в примирении с богом с бытием да потому что они бросались там спасать кого ценой своей жизни там здоровье но сейчас даже жизни говорим да вот как бы действительно ценности дает а для таких как я не то что это жизнь не ценность она не она у него вот опять возвращаемся всем известно может сейчас часто употребляет разные люди это словосочетание как когнитивный диссонанс да она противоречия употребляет кислого как антиномия до ценность временной жизни не может быть еще в принципе не существует это просто черточки на таймлайне до на шкале жизни на шкале вечной моей жизни просто эта жизнь но это шкала не нельзя сказать что это шкала цене предыдущий или наоборот будущее или будущее будет цене уже этой предыдущей нет я не могу сказать что мой вчерашний день или день мы его там каком 10 лет назад возьми вторник там 5 декабря 2000 там первого года цене чем сегодняшний день я не не могу сказать целый каждый день одинаковые одинаковые цене он просто есть вот и об этом говорил и вот та же самая рина вожил я не знаю там она не слышал точнее тоже прям не знаю но чтобы знать надо наверняка сказать чтобы надо все-таки поизучать ее я конечно подписался на вид потом я очень много видел что вот именно я пересмотрел так-то достаточно конечно ее потом на это канал них вита есть я подписался вижу потом стал много видит постов кто-то постит в разных оказалось достаточно известная на сайт организации я естественно всегда тоже перепущу вы все это у кого вижу в к там или где-то она молодец бьется ведет неравную борьбу за животных вот за их права любовь свободу и счастье и вот она так ответила я я его вокруг глаза все это видно да как человек это говорит я прям все бац узнаете как день в программе куль голос кнопку это жмут когда поворачивает все у меня прям на сто процентов человеку я я услышав это я буду где я буду лайкать и делиться любыми и постом даже не читая от вижу свет там в к там бывают большие тексты видимо с сайтом или прям ссылки там какие целые истории там я даже могу не читать я просто перепощу вы все все меня достаточно было того этого это казалось бы сего я в основном что-то на еще отложился я же говорю о ней но этот вопрос и ответ если переслушаете и вы его услышите я не стал перед сейчас сидеть проповедью опять перед словом своим все буду все ролики на которые какие ссылки до рекомендации я же не помню тоже где там это на какой минуте все интервью слушаю иногда приятно конечно ну время идет на записать пока смонтировать выложить тоже свои планы свои свое время распределения но вы естественно найдете о том о чем я говорю у меня это засело о человеке раз и навсегда все и у меня к ней полное доверие в этом плане там и все интервью в таком русле я вижу что это абсолютная веганка жертвенной любви да она готова даже душу на свою жизнь положила чем она занимается там как она занимается там из других вопросов она готова и страдать и ущемляет понятно человек который говорит в мире правда поперек горла ей там и препятствия чинит и угрожает чё только нет она там с этими цирками запашными воюет вот красавица чё респект уважуха готов ей поклониться в ноги любому такому человеку вот уж тем более обнять по-равному по-братски и вместе сорадоваться счастью поэтому вот ответ хочу закончить конечно на этом хоть и это я мы с вами почитали поговорили конечно и действительно что все равно вот это все он не раз это говорил я так скажем смирился принял это тоже поговорить об этом конечно можно это правильно отвечает все равно ну так скажем вот ищущий может шаг действительно на это ищи ступеньки но примет и такой и хорошо конечно потом он должен дойти вот до такого что убивай меня решья под угрозы ты не будут делать уж тем более добровольно да или под угрозы так скажем невидимой угрозой человек с ножом а смерть который не видно которая идет настигает тебя ты этого не сделаешь но даже если действительно что-то вот уже мы с вами в нескольких ответах оправдания встречали такое что-то вот такие вот оправдания не все по сути как мы с вами уже можем подвести под ним к вид общий знаменатель а вот там предки долго ли это было кто-то в экстремальный сделал да еще что то вот типа это действительно вот можно делать в обычной жизни нет ну вот так вот на этом все я круг с одной стороны знаете как сказать в хорошей жизни слова подобрать но вы поняли да я бы даже о таком говорить не стал веганство это любви ко всему живому да и все вот эти глупости знаете сколько можно дури придумать когда я глубоко не копал просто говорил о любви да потом уж время пришло христианские с темы как говорится многие закрыл своими проповедями да уже чтобы людям там отвечать выложился то скажем на веганство переключился более серьезно да конечно стал тоже христианс тоже по сути там вся вся истина любовь свободы и бессмертия любовь поступать другим так как ты хочешь с тобой никому не делать ничего того что ты не хочешь чтобы с тобой делали вот и все казалось бы при этом у меня записана вся библия целиком до полтысячи проповеди на ну пусть христианство посвящено там роликов 300 тогда уж получается ну пусть побольше если веганство 100 да ну пусть 400 львиная доля пока из 500 четыре пятых частей посвящено разным тема вот этого христианство хотя каждый познав именно ключей закон жизни любви свободе бессмертия сам может ответить на все эти вопросы чему я стараюсь людей и научить ну так вот ладно растягивать не буду полчаса редкие ролики у меня в принципе тут все сказал я считаю что вопрос исчерпан ответ на него да вот это не может являться никаким оправданием для ежедневного сознательного жесточайшего убийства и эксплуатации веганство это не только об убийстве живых существ которые нам по плоти может как даже родни особенно млекопитающие вот так вот желаю всем достигнуть совершенства кому нравится это ролики где-то встречайте в комментариях подобные глупости делитесь моими видео может кому-то они действительно помогут дай бог настанет больше и мир не утонет в своей собственной блеотине зла и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok